всем привет сегодня мы приготовим полноценный ужин с помощью аэропечи от фирмы philips для этого мы возьмем куриное филе три части которых я нарежу на порционные кусочки скажу сразу что готовить мы будем куриный шашлык также шницели ну и куда же без картофеля фри куриное филе нарезаем на кусочки примерно 2 на 2 сантиметра скажу сразу что легче будет нарезать филе если она будет в подмороженном виде у меня она свежая прям из магазина поэтому немножко было сложно после того как мы нарезали мясо кусочками мы его выкладываем в тару и сверху выкладываем кольцами нарезанный лук у меня была одна крупная луковица довольно большая хочу сказать что лук получается тоже очень вкусный к шашлыку я буду также добавлять помидоры их я нарезала пополам помидорчики у меня небольшие и также добавила немного грибов теперь сделаем маринад добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла также добавим пару столовых ложек соевого соуса солить я не буду добавлю черный перец при желании можно добавить красный перец и также я еще добавила кики это такая вкусная пахучая травка хочу сказать что мариновать шашлык вы можете со своими любимыми приправами с помощью этой печи филе получается очень очень сочным я вам скажу еще раз я была очень приятно удивлена все перемешиваем и оставляем настаиваться минимум на час накрыв крышечкой или пленкой теперь перейдем к приготовлению шницелей мой сынок очень любит шницели куриный шашлык он есть не станет если был бы мясной то другое дело но куриный шашлык и ему как-то не очень заходит поэтому специально для него я приготовлю куриный шницель филе мы разрезали пополам и отбиваем чтобы кусочки у нас были равномерной толщины отбиваем с двух сторон сильно не усердствуйте чтобы филе у нас не рвалось вот я сделала заготовочку и оставляю ее в холодильнике а тем временем наше филе замариновалось мы его предварительно перемешаем и уже можем нанизывать на шпажки нанизываем в произвольном порядке также сюда можно добавить и сладкий перец возможно баклажан возможно кабачок все это хорошо приготовиться плюс дополнительно промаринованные овощи они имеют очень вкусный вкус я вам хочу сказать что такого вкусного лука я еще не ела вот такой симпатичный шашлычок у нас получается и таким образом нанизываем все мясо лук который у нас остался мы его не выбрасываем и также его будем запекать готовые шашлычки нам остается только выложить на решетку кстати я специально сделала шашлычков впрок чтобы несколько штук просто ставить в морозилке до нужного случая я просто помещаю их в пакет и отправляю в морозилку очень кстати удобно всегда обед под рукой теперь выставляем температуру режим курица 180 градусов у нас показывает и это я буду все готовить 15 минут тем временем займемся шницелями для этих шницель я не буду готовить сложную панировку в панировку у меня будут входить только яйцо и растительное масло сверху я также это покрою панировочными сухарями чтобы яйцо было легче взбить присолите его заметьте что шницель я не солю а солю именно панировку яйцо добавлю небольшое количество растительного масла и в принципе у меня уже все готово панировочные сухари я выкладываю на тарелку в достаточном количестве и теперь только обмакнув отбивнушки в яйце нам остается их присыпать сухарями все отбивнушки готовы получаются они очень сочными мой сын их просто обожает а в это время печь подала сигнал что шашлык уже готов посмотрите как он красиво выглядит я его запекала 15 минут при желании вы можете еще одну-две минутки увеличить но мне кажется что достаточно и вот как вы видите грибочки выглядят сухими на самом деле это совсем не так они очень промаринованные и вкусные в принципе как и все овощи тем временем мы отправляем шницель также запекаться для шницеля я выставляю время 10 минут и вот перед нами обалденный ужин кухня чистая все готово все очень вкусно и аромат если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк подписывайтесь на канал ведь у меня все дома как дома я всегда вас здесь жду до новых встреч и пока